Итак, уважаемые зрители, а также гости данного канала. С вами Алвара и я рад вас поприветствовать на начале нашей новой партии с модом на вселенную Варкрафта. Кому будет интересен данный мод, ссылку на него вы сможете найти в описании. В этой партии мы будем играть за пиратов Кровавого Паруса, расположившихся на острове Разбоя. Целем этой партии будет создание своей пиратской империи и захват столиц наших главных соперников. Барауса, которая является столицей Култироса, и Дазар Алора, которая является столицей империи Зандалар. Однако до этих целей нам пока что еще далеко. Мы по сути дела являемся трех провинчатыми герцогами и до мирового величия нам как до луны. Поэтому мы будем к этому стремиться всеми нашими силами. Однако перед этим. Вторжение из Дренора. Надвигается буря. На юге Азерота, в черных топях, был открыт темный портал. Врата в Дренор. Дикий мир. Дом для орков, огров и многих других существ. Движимые жаждой крови и желанием найти новый дом на замену их умирающему миру, многие орки, возглавляемые вождями кланов и единым главой орды, стремятся пройти через темный портал и покорить новый мир. Надо что-то с этим делать. Как нам уже было сказано, в топях или в топях, неважно, появились орки, которыми командует вождь Чернорук. У него 24 с лишним тысячи бойцов, не считая 7 тысяч, которые ему предоставляют верные кланы. На данный момент орда сражается против королевства Штормград, и у короля Лейна Рина нет ни единого шанса на победу с его шестью с лишним тысячами бойцов. Орда победит и завоюет землю Штормграда. После двинется земли дворфов Черного Железа, ну а далее столкнется с интересами Альянса, который образуется вскоре после падения Штормграда. Но нам до этих разборок Альянса и Орды особо так дела не будет. Мы находимся на своем острове и являемся, как я уже говорил, трехпровинчатым герцогом, по сути дела. Все наши провинции подчиняются нам лично, однако названия их я произносить, разумеется, не буду. Но у меня, к вам уважаемые зрители, есть предложение. Как насчет того, чтобы вы в комментариях оставляли названия для этих провинций, имена и названия династии правителей, а также имена для детей нашего персонажа, флипмастера Ферролона. Он у нас пьяница, жадный, при этом амбициозен, усерден, пускулист, является человеком и является умелым тактиком. В общем, вы можете оставлять имена и названия, однако небольшая ремарочка. Все эти имена и названия должны быть более-менее адекватные, подходящие, приемлемые и... Ну, более-менее еще и подходить к лору Варкрафта. Думаю, подробнее я этот вопрос опишу в описании под видео. Теперь же, переходим к нашему персонажу. Выбираем ему путь войны, поскольку он будет лично командовать армиями, и выбираем ему амбицию вырастить наследника, поскольку сейчас мы являемся единственным представителем династии и после нашей смерти, вероятнее всего, игра закончится. Так что, смотрим на женщин, которые сейчас существуют в мире, и нам предпочтительнее было бы иметь жену с высоким навыком управления. И такая женщина, в принципе, есть. Владеет 16-м навыком управления и владеет 15-м навыком интриги. Конечно, есть более... Интрига мудреная, но она 75 лет от роду. А это значит то, что детей она нам вряд ли сможет рожать. Хотя, с другой стороны, что нам важнее? Интрига или военный навык? Поскольку есть еще одна девушка, 29 лет. Амбициозная, набожная... Хотя она набожная, и опять же, отношения будут с ней плохие. Ладно, думаю, интрига нам будет сейчас более полезнее. Выбираем Кейлу Смит, она будет нашей новой женой, и она будет рожать нам наших наследников. К тому же, так как мы являемся, по сути дела, пиратским флотом, у нас в наследовании стоят феодальные выборы, что меня несколько удручает. Вспоминая стрим за орду, я больше не хочу терять власть из-за мнения наших вассавов, кто более подходящий правитель. Так что, в нашей стране мы создаем позднюю феодальную администрацию, сразу же принимаем первородство в качестве основного принципа наследования. Разумеется, совет не против, потому что у него попросту нет власти. Думаю, вы это одобрите, поскольку в дальнейшем мы будем становиться отдельной пиратской империей. Теперь же, по совету, у нас в совете есть и люди, и гоблины. Минус 20 по отношениям. Но при этом 11-й навык управления. Более подходящего кандидата у нас нет. Поэтому данный гоблин пока что будет нашим управляющим. Выбираем его и отправляем собирать налоги в нашу столицу. Маршал же наш 9-й навык, ну тоже такое себе тоже. Пускай она тренирует ополчение, так как наши войска явно понесут потери в грядущих сражениях. Канцлер пускай улучшает отношения, а что касается главы религии, его у нас подходящего попросту нет. Печально? Печально. Но тем не менее, тайный советник пускай тоже раскрывает заговоры. Правда, с его третьим навыком это вряд ли у него будет получаться делать. Попутно в интригах мы ставим сразу же прекращение всех заговоров и смотрим, кто у нас есть в округе. В округе у нас живут различные существа. Это хозаны, которые обосновались в центральной части нашего острова. Это мурлоки, которые расположены к югу и к северу от нас. И это тролли, которые поклоняются своему кровавому Лоа Хакару. С ними со всеми нам предстоит сражаться. Перед началом войны нам не помешало бы выбрать еще и путь обучения для нашего персонажа. Благодаря высокому навыку военному и высокому навыку интриг, наш персонаж может пойти либо же по пути распойника, либо же по пути воина, либо же по пути охотника. Я думаю, для нас более подходящим будет путь воина, поскольку в дальнейшем мы лично будем командовать нашими армиями. Хотя каждый из этих путей дает свои положительные модификаторы. Ладно, давайте-ка мы будем обучаться... Привеслу воинам. Обучение начато. Путь воина это путь героев, сражений многих рас. Именно воины ведут армии и вдохновляют на победу. Именно воины личной храбростью и имением обеспечивают перелом в битву. Продолжив обучение, вы сможете достичь непроизойденного мастерства и узнать секреты, позволяющие выйти победителем из любого сражения. Превосходно. Однако первое время, я так подумал, мы не будем командовать армиями, поскольку наш персонаж единственный представитель династии. И в случае его смерти, наша партия попросту прервется. Так что пока у нас не будет наследника, мы постоим в стороне и в стороне поддаем приказы нашим войскам. И не помешало бы нам еще посмотреть на наших полководцев. Как вы видите, я объявил войну просто всем нашим соседям, поскольку у нас распоряжение 4 с лишним тысячи бойцов. И по отдельности, ни один из наших врагов не представляет для нас особо так никакого интереса. Так что я думаю, мы будем сражаться со всеми разом. Так, что же до троллей? У троллей на севере есть храм в качестве отдельного поселения. И этот храм станет местом, которым в дальнейшем и будет править наш главный по религии человечек. В общем, троллей объявить вам войну? Тоже. Мы же сейчас поднимаем наши войска и отправляем их прежде всего в провинцию Хозенов. В дальнейшем расправимся с мурлоками, ну и под конец возьмемся за троллей. Нашу столицу мы, разумеется, делаем центром нашего внимания. Что же по нашим полководцам? По нашим полководцам у нас все могло быть и хуже. Есть один человек с десятым навыком, хотя он является канцлером. Черт возьми, все очень плохо. Но тем не менее. Командовать ли армиями лично или не командовать? Вот в чем вопрос. Я думаю, пока что не командовать. Делаем таким образом и перестаем быть командиром на какое-то время. Думаю, числом мы наших противников задавим, поэтому от отсутствия адекватного командира наши воины особо так не подстрадают. Сразу же, мы сражаемся и против троллей, и против хозанов. Мурлоки пока что находятся в стороне. Также к нашему двору прибыла наша жена. И мы, конечно же, требуем дополнительный налог в честь нашей свадьбы. Прекрасно, скорость ставим немного повыше. Их с хозанами мы расправились. А что касается троллей, то к ним вовремя подошло подкрепление. И с их армией мы, к сожалению, ничего не смогли сделать. Но не беда, сделаем что-нибудь в дальнейшем. Сейчас же, сейчас же, сейчас же, сейчас же. Нам важнее расправиться с каждым из наших противников по отдельности. Но и в дальнейшем... Будем действовать по обстоятельствам. И вот, кстати говоря, следующий ивент. Исход клана Северного Волка. Ведомый вождем Дуротаном, данный клан не поддержал идеалы Орды и решил отделиться, эмигрировав, как я посмотрю, на юг, на юг. В земли Тиранистой долины. Хотя по лору они должны были эмигрировать в Альтаракские горы. Но, тем не менее, здесь у Дуротана есть различные выборы. Так что, данный клан становится, по сути дела, нашим соседом. И с ним мы в дальнейшем будем сражаться. Так, теперь полководца хоть каких-то, но стаев, командующие. С хозанами война закончена и сразу же... Вау. Ярость Волка. В надежде сокрушить своих врагов, Бруно решил открыть портал в мир снов, чтобы найти там союзников в лице воргенов, диких волкоподобных гуманоидов. Однако их животную ярость невозможно было контролировать. Они начали нападать и на врагов, и на союзников. А те люди, которые были ими укушены, сами становились данными существами. Их вызвал Бруно. Превосходный маг, который к тому же является, каким придворным? Из Штормграда. Ага, получается, история опять же повернула не в то русло. Вместо оругала, воргенов вызвал маг Бруно, который старался найти спасение от Орды, в то время как тот же самый Оругал пытался, насколько я помню, найти оружие против нежити. Ладно, хорошо. Главное, чтобы эти банды воргенов не приплыли к нам и не начали грабить наши земли, поскольку это вполне себе может быть. С воргенами мы расправимся в дальнейшем, а пока что хозаны уже нам подчинились. Армию мурлоков мы с легкостью разбиваем, и наша жена уже беременна. Прекрасно. Теперь же мы еще отправляем ей подарочек и просим сменить религию. Что она делать пока что не хочет, но в дальнейшем времени она, разумеется, на это согласится. Теперь мурлоки тоже нам подчинились. Прекрасно. Выдвигаем требования и отправляемся прямиком на троллей. Мы отомстим им за наше поражение, однако терпим поражение в одном из селений, которое мы только что завоевали. Храм. Тролли взят, и теперь мы можем отправляться уже осаждать оставшиеся их провинции и расправляться с мурлоками. Прекрасно. У нас рождается дочка. Эммм. Присцилла. Пускай ее будут звать так. В дальнейшем, хотя у нас будет возможность переименовать данную нашу девочку до ее совершеннолетия. Окей. Хорошо. Победа. Прекрасно. И 100% военного счета в нашу пользу. Стоять. Выдвигаем требования по миру и получаем свое распоряжение данных храм. Отправляемся на мурлоков и пока у нас есть возможность мы можем ликвидировать население данных провинций. Что увеличит в этих провинциях риск восстания, размер гарнизона, но при этом также еще и размер ополчения уменьшит, местный уровень налогов уменьшит и уровень пополнения ополчения уменьшит. Что плохо. Но при этом в этих провинциях будут преобладать наша культура и наша религия. Поэтому давайте-ка мы сделаем это раз, не давайте-ка мы сделаем это два. В любом случае мы эти провинции отдадим нашим вассалам. И пока они будут слабы, они не смогут против нас восстать. Что в принципе логично. У нас также есть еще одна провинция, которая тоже не нашей культуры и не нашей религии. Но эту провинцию я хочу уже оставить себе и пока что пускай в ней будет засилье гоблинов, которые верят в культ богатства. Хм, прекрасно. В общем, отправляемся расправляться с мурлоками. И мои исследования и тренировки научили меня особенностям боевого построения. В чем сила и слабость флангов. Я могу отточить свои навыки под конкретный элемент боевого порядка. Можем стать центровым командиром, можем стать изворотливым командиром, мастером оборонной местности, либо же непредсказуемым командиром. Я думаю, мы будем чаще всего командовать центром, поэтому выбираем первый вариант. Прекрасно, расправились мы с мурлоками и теперь атакуем их поселение. Разграбили, выдвигаем тревоги по миру и смотрим, что у нас по итогу имеется. По итогу у нас имеется еще одна провинция мурлоков, которую мы также переводим под нашу культуру и нашу религию. Скажем так. И назовем это тоже вот так. Теперь, у нас есть некоторый избыток наших личных владений, но об этом чуть позже. Братство Лошади. После недавнего поражения Штормграда, Братство Лошади, Орден лучших рыцарей Штормграда, был расформирован. Большинство членов Братства пало в последних боях за свою страну. Те немногие, кто пережил этот хаос, сейчас находятся в изгнании, с надеждой однажды вернуть свой дом. Окей. В общем, как я и говорил, Орда победила. Теперь эти земли подчиняются Черноруку, и у него появилось достаточно так много вассалов. И сразу же он начал военную кампанию против дворфов Черного Железа. У них также нету ни единого шанса. Хотя нет, вру. При определенных обстоятельствах у них шанс бы был. Армии вполне себе внушительней, чем у Штормграда. Но Вангую они тоже проиграют. Что же до наших армий? Их мы пока распускаем, а новые провинции завоеванные мы отдаем подходящим нашим придвордам. Конечно, под священника у нас нету, человечка нужного. Но тем не менее. Так, по интригам, хозен. 17 навык интриг. Самое оно. Но нет. По управлению самая лучшая наша жена, а на втором месте идет наш канцлер. Давайте нашему канцлеру мы пожалуем провинцию, которая находится к югу от нашей столицы. Пожаловать прекрасно. И мы также пожалуем еще и северную провинцию, какому-нибудь такому придворному. Самодур, амбициозный. Как же у нас много обезьян при дворе. Я бы даже сказал, чересчур много. Но выкупить мы их, возможно, даже сможем. Ладно, отдаем данному человечку северную провинцию Мурлоков. И смотрим на обезьян. У тебя есть много детей, и у тебя есть братья. Мой дорогой вождь Коркор. Они находятся у нас в заключении. Согласен ли ты отправить за них выкуп? За одного согласен? Прекрасно. Отправляем. Получаем 10 монеток, что, в общем-то, меня радует. Прирост у нас очень даже большой, но это так кажется. На самом деле, у всех в данном моде прирост просто значительный. Например, у того же самого Лордерона сейчас 38 монет прирост. И что я посмотрю. Король Тренас II умер. Причем умер он естественной смертью свои 54 года. И новым правителем стал Артос Минитил. Пяти лет от роду, у которого регентом является Гноу. Ладно, хорошо. Пускай, а у остальных правителей Сидагри все так же правит в Гелнессе. Праудмур все так же правит в Култиросе. Магни Бронзоборот правит в Айронфорже. Стальгорни, скажем так. Ну и по остальным, в принципе, все логично и все понятно. Только вот еще куда делись Рины? Кому они эмигрировали? Принц Лейн непристойный. Сейчас у нас находится где? Сейчас у нас находится в Гелнессе. И в дальнейшем, если Альянс победит, его права будут поддерживать многие лорды, как истинного правителя Штормграда. Что же до нас? У нас сейчас есть несколько путей развития. Либо же мы просто сидим и ждем, пока у нас закончится перемирие с нашими соперниками, и по-новому объявляем им войны. Либо же мы можем поступить иначе. Так, давайте-ка мы выбираем. Вот тебе, мой дорогой друг, и отдаем тебе данное храмовое поселение, чтобы ты стал нашим новым главой религии. Хотя ты у нас являешься уже тайным советником. Черт, но тем не менее. У нас есть подходящий придворный, и пускай он стоит нашим духовником. В общем, ожидать я не хочу, пока у нас закончится перемирие с нашими соседями, поэтому мы вполне себе можем спокойно так повоевать. У нас по соседству, в Тернистой долине, есть несколько племен троллей, которые, по сути дела, независимы и не так уж и сильны. Также в этой Тернистой долине у нас встречаются еще и картели гоблинов. К примеру, как я посмотрю, это картель хитрой шестеренки. Вроде бы так он называется. У него, хотя, взнушительная армия, и с ним нам тягаться пока что не получится. Так что сейчас максимум, что мы можем себе позволить, это поквитаться с несколькими племенами троллей. Почему бы и нет? Объявляем войну им раз, объявляем войну им два, и хотя, 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 особо так от этих сражений и войн мы ничего не получим на первое время. Потому что эти провинции в основном своем являются селениями, и чтобы превратить их в настоящие замки, потребуется какое-то определенное время. Ставим в нашей столице пункт сбора флота, и ставим в нашей столице пункт сбора сухопутных войск. Собираем всех, кто только у нас есть, виденную армию, скорость тем поменьше, чтобы опять же ничего не упустить. И давайте-ка мы, давайте-ка мы погрузим наши войска на корабли, лично с новым полководцем я пока что быть не хочу, и вперед в земли троллей. Также провинция Хозна, в которую мы завоевали, ее тоже было бы неплохо... исправить. Сделать нашей культурой и нашей религией, поскольку все равно бы в любом случае мы не получили с этой провинции полное ополчение. В общем-то, вперед из песни. Давайте-ка высаживаемся на земли гоблинов и вперед сразу же в контр-атаку на троллей. Что же до клана Северного Волка у них не такая уж и внушительная армия, хотя я думаю с ними пока что конфликтовать идея такая себе. Для сохранения мира в Азароте король Артас позвал представителей всех дружественных народов в Лордерон и объявил о создании новой фракции Альянса. Теперь все народы, что придерживаются высоких идеалов Альянса и готовы защищать друг друга до последнего, могут ступить под знамена новой фракции за честь и отвагу. Ну да, новый глава Альянса Артас Минитил пяти лет от роду. Конечно, конечно, ему это гноу посоветовал сделать. Сто процентов. Который, к тому же, еще и страдает от подагры и является гедонистом. Да, смешнее сочетание я пока что еще не видел. В общем, с одним племенем троллей мы расправились, выдвигаем требования по миру. Прекрасно. И отправляемся сразу же расправляться и со вторыми, нашими противниками. Здесь же сразу же ликвидируем население. И как я посмотрю, у нас тут сменилась власть еще и у местных троллей, почитающих Хакара. Предыдущий правитель умер естественной смертью в свои 73 года. Хотя, насколько я понимаю, для троллей это возраст, ну, еще такой, не слишком значительный. Тем не менее, что есть, то есть. А его дети, унаследовавшие данный титул, особо так уже с нами в перемирии не состоят. Так что, с ними мы можем вполне себе воевать, что для нас, разумеется, хорошие новости. И вот, Орда. Теперь провинция Стоунард открыта для эмиссаров дружественных наций Азерота. И вошь Чернорук объявила создание новой фракции, Орды. Теперь все народы, что придерживаются Кодекса Чести и готовы драться до последнего, могут ступить под знамена новой фракции, Локтаругар. Прекрасно. В общем, фракции образовались, и в ближайшее время, я в это верю, начнется масштабное противостояние Орды и Альянса. Так, прекрасно, война закончена, выдвигаем требования по миру и эту провинцию тоже ликвидируем. Данные две провинции мы отдадим просто любому из наших придворных, желательно только независливому и желательно только с хорошими навыками. Однако, я так посмотрю, есть только завистливый управитель, а остальные мурлоки, тролли и всякий прочий сброд. Ладно, кто есть, тот есть. Отдаем включеннейший титул раз и отдаем, включая низшие титулы два. Надеюсь, у данных правителей в ближайшее время появятся более-менее подходящие придворные. Отлично, прекрасно. Войска на корабли и войска возвращаем на родину, хотя с другой стороны можно их так прямо на родину и не возвращать, а просто распустить уже здесь. Флот также распускаем. Теперь же, что касается троллей. Армия 0 и армия 916 бойцов. Внушительные силы, поэтому объявляем войну и снова объявляем завоевание. Починим уже себе полностью данный остров и в дальнейшем мы уже владеем достаточным количеством земель, чтобы объявить себя королем пиратов. Но для этого нам нужно будет создать, насколько я помню, два герцогства. Так, стоп, один момент. Я же ведь прав. одну секунду, королевство. Да, нужно два герцогства и нужен определенный взнос в качестве казны и в качестве благочестия. Но это мы сможем организовать. Вперед, сражаться против троллей, объединяем наши силы и флот нам все-таки понадобится. Поднимаем его и ждем. Пока что мы осадим провинцию, а в дальнейшем уже расправимся и с оставшимися нашими врагами. Наша жена плюс 21 к отношениям, сменить религию не хочет, а жаль. Можем мы с ней попробовать улучшить отношения и я надеюсь, что она на это пойдет. Скорость можем поставить еще побольше, побыстрее, 100%. Эту провинцию мы также оставим себе, поскольку здесь у нас уже построен замок и в дальнейшем ее мы тоже будем попросту застраивать. Так, теперь войска на корабли, полководцев хоть каких-то ставим и отправляемся на соседний островок. А вот собственно и первые восстания, которые происходят из-за геноцида в провинциях. Нам нужно расправиться прежде всего с ними, а уже потом сосредоточиться на наших врагах. Вторжение из Дренора. Дренор продолжает медленно умирать. Теперь ни у кого из орков нет желания остаться в гибнущем мире. Те, кто были оставлены на Дреноре, голодны, больны и безумны. Перешли грань между мирами. Среди их числа самые кровожадные кланы орков, которые внушают страх и уважение других кланов. Кланы Пылающего Клинка, Драконьей Пасти сокрушат любого, кто встанет на пути Орды. Однако клан Песни Войны так по итогу не появился в этих землях и не стал частью Орды. Как в принципе и клан Извечной Длани. Они остались на Дреноре. Ладно, пускай. Теперь же вперед. Орден Серебряной Длани. Архиепископ Алонсус Фау создал первый Орден Паладинов. Орден Серебряной Длани. Воины Святого Света поклон... Воины Святого Света поклялись защищать славых от темной силы и неутомимо истреблять всю скверну и нежить в мире. Хотя нежити пока что в мире еще нет. А тролли то от нас убегают, но убегают они недолго. Мы их поймали и мы их разгромили. Данное восстание потерпело поражение и теперь мы получим за победу престиж и увеличение морального авторитета нашей веры. Теперь же войска на корабли и вперед на оставшихся троллей. С ними мы также благополучно разбираемся. И вот уже первые провинции приняли нашу культуру и нашу религию. Превосходно. В дальнейшем все оставшиеся провинции также последуют их это нам не будет стоить жизни. Попутно еще и диарея. Прекрасно. Мы находим придворного. 21 навык. Это приемлемая цена. Мы соглашаемся нанять данного человека. И сразу же так подождите вот и сразу же он нас пытается вылечить. Тролли повержены. Выдвигаем требования по миру и получаем еще и эту провинцию. Прекрасно. Теперь напоследок. Что же доход правитель все еще жив. что же до мурлоков правитель все еще жив. Хотя 568 год правители живы и с ними у нас еще организовано перемирие. Поэтому с ними сражаться особо смысла нет. Поскольку из-за нарушения перемирия пускай мои пираты мы получим множество отрицательных модификаторов. Ну и напоследок. У нас есть две с небольшим почти три тысячи бойцов. отболезней. Что мы по итогу получим? Пищевое отравление могло быть и хуже. Наш лекарь предлагает нас вылечить и мы прибегаем к традиционным методам лечения, получая плюс два каждому из наших навыков. Провинцию троллей, которую мы завоевали, мы также отдаем кому-нибудь из наших вассалов. Надеюсь при дворе у наших персонажей появились вменяемые придворные и в принципе один есть. А может два. Хотя в основном здесь опять же тролли. Вот. Разбойник. 33 года. Самое то. Десятый навык военный и тринадцатый навык интриги. Пожаловать титулы. Отдаем. И немного перетасуем наш совет. Канцлер меня устраивает. Маршал меня в принципе тоже устраивает. Управляющего мы заменим на нашу жену, пускай она собирает налоги. тайного советника мы также заменим на нашего нового вассала. Пускай он изучает технологии. Ведь так? Нет. Не так. Пока что все в этом мире с нами примерно на одном уровне по технологиям. И поэтому мы отправляем его опять же раскрывать заговоры. Главу религии нашего духовника я думаю мы отправляем преследовать вероотступников. Почему бы и нет. теперь что до нашей жены отношения все так же не очень 18. 18 к сожалению и они пока что не улучшаются. В основном плохие отношения за то что мы страдаем от пищевого отравления пьяница амбициозный иноверец да еще и человек как плохо. Хотя теперь отношения плюс 33 сменить религию сменить религию она согласна прекрасно. Шантажируем вассала чтобы он не участвовал в никаких фракциях против нас и наша жена меняет религию на шаманизм назовем ее так точнее на одну из форм шаманизма которая более сосредоточена на поклонении матери приливов окей в общем уважаемые зрители на этой ноте я предлагаю данную серию завершить мы начали новую партию мы завоевали полностью наш остров и в следующей серии мы станем королем пиратов а в дальнейшем сосредоточим наше внимание на землях тиранистой долины или же отправимся грабить гоблинов поскольку их провинции чертовски богаты и деньги которые мы получим с этих грабежей мы отправим на развитие нашей вотчины но это будет позже а на данной ноте уважаемые зрители я буду с вами прощаться надеюсь данная серия была вам интересной и до скорых встреч до свидания